Всем привет! В этом видео хочу показать вам свои покупки из магазина Галамарт. Большая часть этих покупок была сделана онлайн. Почему так? Мне просто было интересно посмотреть в спокойной домашней обстановке, какой ассортимент продукции есть в этом магазине. Сами магазины Галамарт, по крайней мере те, в которых я была, они достаточно маленькие, они какие-то тесные, там очень жарко. Если в магазине даже 10 покупателей находятся, все равно создается ощущение, что народа очень много. А если там больше 10 человек, то уже просто какая-то теснота. Мне магазины Галамарт не очень нравятся именно поэтому, но там довольно большой выбор разной недорогой мелочевки. Всегда можно что-то интересненькое для себя найти. На сайте ассортимент просто огромный, но когда вы начинаете оформлять заказ, можете столкнуться с тем, что в выбранном вами магазине половины товаров просто нет. От магазина к магазину ассортимент меняется. Этого можно, конечно же, избежать, если вовремя отсортировать продукцию, поставив галочку напротив выбранного и интересного, может быть, близкого к вам магазина. Я так и сделала, и почти все, что я заказала, все было в наличии, кроме двух позиций, которые, видимо, успели закончиться, пока я заказ оформляла. Ну да ладно, это лирика. Давайте посмотрим, что же я купила в магазине Галамарт. Мне очень нравится покупать там резиновые перчатки. Каждый раз, когда захожу я в этот магазин, всегда их беру. В этот раз взяла сразу пять пар резиновых перчаток от марки Ветта. Их стоимость всего лишь 19 рублей. Я выписала цены, но сразу хочу оговориться, поскольку Галамарт – это магазин постоянных распродаж, они уже завтра могут быть неактуальны. То, что сегодня в магазине стоит 50 рублей, завтра, послезавтра может стоить либо 30 со скидкой, либо 70, потому что вот эта сумма в 50 рублей – это уже была цена скидочная. Так что цены мною озвучены. Не факт, что такими будут в других магазинах, в другие дни и в других городах. Так, все, давайте продолжим, давайте поговорим об этих перчатках. Перчатки очень хорошего качества. У меня они быстро из строя не выходят. Мне они нравятся. Я всегда беру размер S. Эти перчатки я в интернет-магазине приобрести не смогла. Их просто не было в наличии. Когда пришла забирать свой заказ, сразу же пошла туда, где эти перчатки представлены. И, на мое счастье, этот размер был. Поэтому я взяла сразу пять упаковок. Пять упаковок хороших бюджетных резиновых перчаток. Но также я в интернет-магазине смогла приобрести, наконец-то, резиновые перчатки ароматизированные. Правда, моего размера не было. Пришлось брать M. Если они будут мне велики, ну, что поделать, значит, буду около запястья перехвачивать обычными канцелярскими резинками. Стоимость у перчаток достаточно высокая, 65 рублей. Но написано, что они имеют повышенную прочность. Я полагала, что пахнет лавандой. Они будут сразу из упаковки. Но нет. Прошу прощения за звуки. Очень шуршащая упаковка. Пахнут они из упаковки обычной резиной. Надеюсь, что при контакте с горячей водой они, наконец-то, будут пахнуть лавандой. Очень интересно попробовать. Размера S у этих перчаток я вообще никогда не видела. Следующая покупка – это пакеты универсальные, пищевые. Я их приобретаю тоже не в первый раз. Они достаточно дорого стоят. До Нового года они стоили 99 рублей. Сейчас стоят уже 119. Но они на самом деле очень хорошие. Они биоразлагаемые. В упаковке 100 штук. Мне нравится их плотность. Они не очень мягкие. Какие-то, знаете, такие бесформенные. Но при этом не такие жесткие, как, например, пакеты для заморозки. Очень приятные. Прекрасно отрываются по линии перфорации. Я пакетами этими довольна. Я заметила, что в последнее время у меня такие пакеты расходуются не очень быстро. Поэтому такой упаковки мне хватит на несколько месяцев. Да, дорого. Но качество просто отличное. Также я приобрела от этой же марки пакеты для завтрака. Здесь в упаковке 200 штук. Они точно так же биоразлагаемые. Да, пакетики подобные можно приобрести в фикс-прайсе за 50 рублей или за 55. Они там тоже неплохие. Но иногда попадаются не очень качественные. Плохо отрываются по линии перфорации. Эти, я так полагаю, по качеству такие же, как и предыдущие. Отрываться должны хорошо. Такие пакетики у меня тоже расходуются достаточно медленно. Также я частенько приобретаю в этом магазине мешки для мусора с завязками. 45 рублей за 15 штук. Мне нравится, что здесь есть вот именно такие завязки, лента. Мне это кажется очень удобным. Пакеты достаточно прочные. На 35 литров я довольна. Вот взяла одну упаковку. А также я взяла сразу три упаковки меламиновых губок. Это производство непосредственно для магазина Галамар. Тут с такой бабой Егой. Стоили эти губки 9 рублей. Такими губками я в основном подоконники привожу в порядок. На подоконниках у меня стоят цветы. Может там что-то разлиться во время полива. Пятна какие-то остаться. Губки эти отлично справляются с подобными загрязнениями. Давайте более подробно я вам зачитаю. Используйте для уборки жилых и нежилых помещений. Эти губки стирают детские рисунки. Следы от карандашей и маркеров. Чернила, пятна, разводы с пола, стен, стекол, зеркал, дверей, различных предметов интерьера и бытовой техники. Удаляют грязь. Известь, мыльные разводы в ванной. Бережно чистят любые поверхности. Классные губки. Но я знаю, что не все любят меламиновые губки. Но я к ним совершенно спокойно отношусь. Попробую что-нибудь еще ими почистить. Помимо подоконников. Взяла сразу три упаковки. Также я приобрела две упаковки зажимов для мусорных пакетов. Цена каждой упаковки 15 рублей. В упаковке два зажима. Вот можно на картинке посмотреть, для какой цели эти зажимы используются. Одно мусорное ведро, два пакета. В один, например, можно складывать бытовые отходы, в другой пищевые. Или сюда бумагу, сюда пластик. Для тех, кто собирает мусор в разные пакеты, такие зажимы, я думаю, будут полезными. У нас, к сожалению, баков для раздельного сбора мусора нет. В моем районе весь мусор выбрасывается в мусоропровод. Там он, разумеется, смешивается. Его никто не сортирует. Поэтому использовать такие зажимы именно для этих целей я не буду. Для чего же я их приобрела? Чтобы небольшие по объему мусорные пакеты просто внутрь не сваливались в само ведро. Я их буду прикреплять. Отлично крепятся на любое, мне кажется, ведро эти штуки. И неплохо будут пакеты держать. Вот такие пакеты на 35 литров. Они достаточно большие для моего ведра. Но на 30 литров маленькие и не всегда удобно. Что-то бросил в ведро и пакет следом полетел. Так что зажимы мне показались интересной идеей. И еще раз повторюсь, кто раздельно собирает мусор, для вас, я думаю, такие зажимы будут просто находкой. Они были симпатичные и, главное, недорогие. А что еще я приобрела? Сразу две упаковки взяла. Держатели для полотенец. Пять держателей в упаковке. Цена 45 рублей. Очень удобные. Полотенца у меня не все имеют петельку уже пришитую. Вот для этой цели и приобрела. Когда-то в фикс-прайсе такие были. Но они из фикс-прайсов пропали. А мне вот срочно понадобились. Один набор оставлю себе, другой подарю своей маме. Вещь полезная в хозяйстве, очень нужная. Повесить на эти держатели можно практически все, что угодно. Не очень толстое, разумеется. Они хорошо держат. Достаточно крепкие и долговечные. Но у меня иногда просто они куда-то теряются. Не знаю куда. Просто исчезают в пространстве и во времени. Поэтому приходится покупать. Так, что еще я приобрела? Резинка бельевая. В двух размерах взяла. Одна резинка полтора сантиметра шириной, вторая пол сантиметра. На всякий случай. Мне они здесь и сейчас не нужны. Но пусть будут. Длина здесь 1,6 метра. Здесь 3,8. В хозяйстве пригодится. Цена 35,39 рублей. Не так уж и дорого. Вдруг понадобится. А у меня есть такая резинка. Так, что еще у меня здесь есть? Приобрела я несколько освежителей для воздуха. Так я их обычно покупаю в последнее время в фикс-прайсе. Но решила и в Галамарте тоже взять на пробу. Два освежителя с разными ароматами. Лаванда и свежесть белья. Цена каждого 98 рублей. Вот так все это выглядит. Я так понимаю, что эти баллоны подходят для автоматических распылителей. Но я собираюсь ими пользоваться просто так. Давайте посмотрим, что по аромату. Лаванда. Аромат приятный, но довольно-таки интенсивный. Немножко химозный. Но когда расходится, то действительно очень такой приятный, нежный аромат. Надеюсь, никакого диссонанса не будет. Что касается вот этого свежителя, точнее ароматизатора свежесть белья. Ну, он тоже достаточно приятно пахнет. Но я думала, он будет более нежным по аромату. Он такой цветочный, что ли. Сладкий. Интересный. Интересный аромат. Но лаванда мне понравилась больше. Хотя этот тоже вполне имеет место быть. Посмотрим, насколько их хватит. Мне будет очень интересно и приятно ими пользоваться. Также я для своих цветочков приобрела биогумус цветочный. Вот в такой бутылке. Цена этого биогумуса 49 рублей. Объем 250 миллилитров. Я тот еще цветовод. У меня довольно много цветов. Ну, таких простых. У меня растут цветы, которые... Цветы, растения, которые я посадила из косточек. Помела, лимон, то ли мандарин, то ли апельсин. Плодов они, естественно, не дают. Просто такие палки торчат с листиками. Я не очень понимаю, как прищипывают такие цветы. Поэтому они у меня растут, пока им растется. Да, вот уже пришла весна. Пора бы подкормить мои цветочки. Что здесь написано? Витамины, макро-микроэлементы. Улучшается рост растений, повышается устойчивость к болезням. Формируют растения с помощью этого средства крепкую здоровую корневую систему. 5 миллилитров на 2 литра воды. Поливать под корень. Вот в ближайшее время займусь. Надеюсь, они начнут расти и колоситься еще сильнее. Хотя куда уж сильнее. Так весь подоконник уже в этих цветах. Далее. В Галамарте продается кое-что из, скажем так, медицины. А именно вот такие вот карандаши. Йод, перекись водорода, есть зеленка, есть, по-моему, чистотел, что-то еще. Большой достаточно выбор. Я взяла йод и перекись водорода. Цена была 45 рублей за упаковку. В путешествии удобно, я думаю, такие брать. Упаковочки ничего не прольется. Если поцарапался, порезался, сразу ранку обработал, опять же в сумку поместится, и все будет хорошо. Так что вот приобрела. Давно хотела, но вот только сейчас сподобилась. Так, что еще? И так же я взяла, как это правильно называется, бокс для таблеток, пластиковый. Очень симпатичный боксик такой, мне понравился. 59 рублей он стоит. Мне цвет, в первую очередь, приглянулся, такой очень приятный. Выглядит этот бокс следующим образом. Вот так открывается. Сюда можно положить какие-то таблетки, можно убрать эту подложку и использовать этот бокс абсолютно куда что угодно. Пластыри сюда положить, наушники, я не знаю, какие-то украшения, почему нет, да, колечки, сережечки разложить и брать с собой в путешествие. Собственно, с этой целью и брала. Не знаю, будет ли это удобно, но попробую. Если не понравится, значит, будем здесь таблетки какие-то возить. Но в любом случае, мне это просто вещица понравилась. То, как она выполнена, как она выглядит, цвет у нее очень-очень приятный. Немного я здесь все переставила, чтобы было лучше видно. Ну и давайте продолжим. Приобрела я сразу 5 чехлов для очков из полиэстера. Стоимость была очень низкая, 19 рублей за штуку. Честно говоря, когда я их заказывала на сайте, думала, что они будут тканевые, но такие мягкие. Но нет, они достаточно плотные. Хорошо, моим очкам будет в этих чехлах. Есть завязки, что очень удобно. Не скажу, что у меня много очков. Их у меня, наверное, штук 6 или 7. У некоторых уже есть свои такие чехлы, но мне все хотелось бы отдельно положить в чехлы, чтобы стекла не поцарапались, чтобы не было никаких проблем. Очки прослужили мне как можно дольше. Мне эти чехлы понравились. Они есть не в каждом магазине Галамар в Санкт-Петербурге. И именно из-за них мне пришлось выбирать не самый удобный магазин, который достаточно далеко находится. И до него на общественном транспорте не доехать практически. Да, но чехлы хорошие. Мне они понравились. Они мне действительно были очень нужны. Также я приобрела вот такую вот прелесть. Посмотрите, какая красота. Это визитница на 26 карт. Цена этой визитницы была 79 рублей. Визитниц в Галамарте огромное количество и по 99 рублей, и по 149. И они имеют разный дизайн. Мне понравился вот этот. Самые дешевые визитницы имели самый красивый дизайн. Я взяла с эйфелевой башней. Также с Кремлем была визитница. Но она была более яркая. Мне почему-то она не приглянулась. Хотя я долго стояла рядом с этими визитницами и думала, кому бы мне такую прелесть подарить. Но пришла к выводу, что, в общем-то, никому не надо. Кто-то такими вещами не пользуется. Кто-то использует кошелек для карточек. А я очень люблю такие визитницы. Хотя с собой никогда не ношу. Они у меня лежат дома. Да, и все карты дисконтные у меня лежат. Потом я знаю, в какой магазин я пойду. Просто достаю нужную и бросаю в сумку. Я ни кошельки, ни визитницы с собой не ношу. Да, ну да ладно. Вернемся к этой визитнице. Посмотрите, как красиво она оформлена. Давайте мы ее откроем. пошуршим, как обычно. Очень мне она понравилась. Внутри пенопласт, или как эта штука правильно называется. вот такая вот визитница. Большое количество кармашков. Мне кажется, в моей кармашков даже меньше. В старенькой. очень симпатичная, очень милая. Оформление шикарное. Пахнет гуашью. Мне очень понравилось. Мне кажется, замечательная вещь и стоит крайне недорого. Что еще я приобрела? Частенько приобретаю кремы для лица от марки Весна. Только этот производитель. Точнее, кремы только этого производителя в основном продаются за не очень большие деньги в Галамарте. В этот раз мне попался крем увлажняющий с алоэ. Стоил он 19 рублей. Такие кремы я и сама использую, и мужу выдаю в качестве крема после бритья. Качество хорошее. Мне кремы такие нравятся. Этот, я думаю, будет легкий. Написано интенсивное увлажнение. Подходит для жирной и нормальной кожи. Объем 45 мл. Симпатичное оформление. Низкая стоимость. Что еще нужно? У меня проблем с кремами от марки Весна для лица никогда не было. Также я не могла не приобрести женские штучки-дрючки по 29 рублей упаковка. Такими вещами я пользуюсь только дома. В дорогу, конечно, я их никогда не возьму. Ну, взяла две упаковочки по 10 штук. Здесь 3 капельки, здесь 4 капельки. Ну, и, по-моему, покрытие разное. А так одно и то же. Дешевые средства для домашней гигиены. Также, к сожалению, были мною приобретены некоторые средства, которые оказались неудачными, плохого качества, которые я, если бы видела глазом, не приобрела бы ни за что. Но я приобретала эти средства через интернет, в магазине особо не рассматривала. Ну, и только дома увидела, какую фигню я принесла из магазина. Так, первое, с чего хочу начать, это газ для заправки зажигалок. Сам газ, который находится внутри этого баллона, он, естественно, нормальный. Хороший газ, которым действительно можно наполнить зажигалку. Но проблема в том, что через вот эту вот штуковину, не знаю, как она называется, вы в зажигалку газ не запустите, как это правильно можно сказать. Не заполните вы зажигалку только с помощью вот этой штуки. Для того, чтобы газ этот можно было использовать, производитель предусмотрел некие переходники. Они приделаны к крышке, и вы видите, что качество у них очень, даже не очень. Вот, например, здесь это видно прекрасно. Вот этот маленький переходник, там, по-моему, даже отверстия никакого нет, по крайней мере, на просвет. Я его не обнаружила. Один переходник муж снял, посчитав, что он подойдет как раз для моей зажигалки, с помощью которой я зажигаю газовую духовку. Эти зажигалки я приобретаю в магазине FixPrice. Одна заканчивается, я покупаю вторую. Мне посоветовали купить газ. Я купила. Ну, кто же виноват, что переходники здесь китайские. Понятное дело, что сам этот баллон я выбрасывать не буду. Мы просто купим что-то более дорогое, с более качественными переходниками, и этот баллон используем. Он стоил, кстати, 59 рублей. Но вот это, вот то, что нам предлагает производитель, это, конечно, извините, полная фигня. так что, если бы мы видели эти переходники в магазине, мы бы этот баллон не взяли, поискали бы что-то подороже. Также, если бы я видела вживую вот этот баф для полировки ногтей, я бы его никогда в жизни не приобрела. Написано, что это бафик мини для полировки четырехсторонний. Ну, раз он четырехсторонний, соответственно, помимо того, что он имеет четыре стороны, как это нелогично, да, я посчитала, что эти стороны будут разные по жесткости. Одна будет полировать ногти, вторая придавать блеск, третья еще там что-нибудь делается. У них должна была быть, по моему мнению, разная абразивность. А на деле, а на деле я получила нечто вот такое, вот, абсолютно одинаковое со всех четырех сторон, жесткое. например, если вы снимаете гель-лак в домашних условиях, нужно верхний слой потереть какой-то пилочкой, для этого такой баф тоже подойдет, но для полировки живых здоровых ногтей, да ни за что на свете, вы останетесь без ногтей и все. При этом вещь эта стоила не 10 рублей, не 20, а 59, а я считаю, что такое даже бесплатно я бы не взяла, ну вот, серьезно. Если бы видела в магазине, прошла бы мимо, но не видела, поэтому теперь в моем доме есть абсолютно бестолковый баф, я его выбрасывать не буду, оставлю на тот случай, когда сделаю гель-лаковое покрытие, потом буду его дома снимать, потому что я жмот и в салоне делать это не хочу. Но для этих целей, мне кажется, подойдет. Последнее, что хочу вам показать, это вещь, которую я вам настоятельно не рекомендую. увидите, проходите мимо, даже не берите в руки коробку. Небольшая предыстория, несколько дней назад мой муж озвучил такую мысль, что было бы неплохо купить шахматы, отнести их на работу, и там во время перерыва со своими сослуживцами сыграть пару партий, убить время, игра хорошая, интересная, ну, он эту мысль озвучил, а я как раз собиралась ехать за заказом, забирать, точнее, свой заказ в Галамарте. Я ему говорю, давай в Галамарте посмотрим, лучше бы я промолчала, лучше бы мы в Галамарте шахматы не смотрели, потому что муж ведь их купил, да, лучше бы он их купил в другом месте. Шахматы эти продаются вот в такой коробке, цена их 229 рублей, это, скажем, такая средняя цена, есть шахматы поменьше, такой дорожный вариант, они, естественно, дешевле, есть шахматы подороже. Муж выбрал такие для работы вполне неплохо, подумал он. Упаковка была заклеена скотчем, ее невозможно было вскрыть в магазине, и это очень печально, потому что если бы муж открыл эти шахматы, он бы никогда в жизни их не приобрел. Я не знаю, будет ли мой муж эти шахматы обменивать или отдавать, это он уже сам решит, но попросил меня вам их показать и отругать как следует. Буду ругать, давайте ругаться. Вот такая вот коробка внутри находится вот эта. Вот как? Вот как эту можно продавать? Расскажите мне, пожалуйста. Все криво, все косо. внутри находятся фигуры. Фигуры, кстати, довольно неплохого качества, вполне приличные. Здесь все прекрасно видно, где пешка, где королева, где ладья, никаких проблем. Но вот это вот, вот это вот что? Оно все гуляет, оно все ходуном ходит. Здесь видите, треснула доска, ее гвоздиком прибили, гвоздиком, елки-палки. Как? Как? Я не понимаю. Эта коробка развалится, если я еще раз 10-15 ее открою и закрою. Это просто кошмар. Само игровое поле выполнено достаточно неплохо, ну, не считая мелких недочетов. Но когда эту доску вы кладете на ровную поверхность, она вот так вот качаться начинает. Ну, вот как это? Вот как это можно продавать? Нельзя было в магазине вскрыть и проверить. Ну, вот, собственно, имеем то, что имеем. Так что не берите, не советую. Считаю, что магазин не имеет права таким торговать. Это некачественно, это отвратительно, это портит настроение, это просто печально. Да, так что вот, вот такие были мои покупки в магазине Галамарт. В большинстве своем весьма неплохие, за небольшим исключением. Ну, что поделаешь, такое тоже иногда случается. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока! Пока!